Еще одну историю хочу вам рассказать, которая будет поучительна. Еще одна вещь, которую надо знать про английское выражение excuse me, это то, что здесь чрезвычайно, я не преувеличиваю, чрезвычайно важна интонация. Потому что эти же самые слова, если вы использовали другую интонацию, сейчас я вам продемонстрирую, они будут означать совсем другое. Они будут означать, что вы, в общем-то, возмущены и очень недовольны, и кому-то делаете замечания. В общем-то, даже так же, как и по-русски. Простите. Одна моя студентка как-то рассказывала историю, что она пошла на прием довольно высокопоставленный. Она знала разницу между I'm sorry, excuse me. Но она говорит, вы знаете, что-то такое произошло, это вот тогда, когда люди еще пренебрегали занятием с аудиозаписью и не повторяли за носителем языка. То, о чем я говорю уже много лет, повторяйте за носителями языка, повторяйте за аудиозаписями. То, что у нас в классе является непременным условием занятия и для начинающих, и для продвинутых студентов. Вам кажется, что вы знаете эту фразу? Ну, подумаешь. Но если вы ее произнесли с другой интонацией, вот что произошло с ней. Она подошла к столу, накрытые столы, фуршет, людей много вокруг стола, и она хотела извиниться и подойти, так сказать, к какому-то угощению, которое ей понравилось. И она говорит, и вдруг я это произнесла, но американка на меня посмотрела таким чудовищным взглядом, что я не так сказала. Я говорю, ну, произнесите эту фразу, как вы сказали. Она ее произнесла следующим образом. Excuse me. С вопросительной интонацией. Excuse me. Как бы снизу вверх. Excuse me. И получилась претензия. И американка в ужасе, с возмущением на нее посмотрела, что это, как это, кого, кто это здесь, да? А ведь дело было все в интонации, и студентка была очень хорошо воспитана. Она просто не обратила внимания, что интонация другая. Это интонация возмущения. А если мы хотим произнести так, чтобы нас услышали, что мы доброжелательны, мы просим уступить дорогу, или еще что-то, мы скажем совсем иначе. Мы скажем excuse me. Excuse me. Обратите внимание. Excuse me. Или excuse me. Вопрос вопросительный. Это возмущение. И вниз excuse me. Это просьба. Интересно? Понравилось? Видите, сколько нюансов в английском языке для реальной жизни. Понравилось? Ставим лайк, оставляем комментарии, какие у вас еще есть вопросы. И до встречи в Power English Class, где вы осваиваете легко, без видимых усилий, с удовольствием тот самый язык, который нужен вам для успеха в жизни, работе, путешествиях и достижении ваших целей. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!